Волговская ОПК Волговская преступная группировка была создана двумя уроженцами города Тольятти, сотрудниками гостиницы Волга Александром Мысловым и Владимиром Карапетином. Основная деятельность банды была связана с продажей краденых деталей с местного автозавода ВАЗ. Постепенно ее влияние и доходы росли, в период расцвета банды, когда под контролем группировки оказались половина отгрузки автомобилей предприятий и десятки дилерских компаний, Волговские зарабатывали свыше 400 миллионов долларов в год. В 1992 году, вскоре после освобождения, был расстрелян глава банды Александр Маслов. Убийство криминального лидера произошло в ходе войны между Волговскими и группировкой Владимира Вдовина, напарника. После смерти Маслова обк возглавил его ближайший сподвижник, Дмитрий Рузляев, Дима Большой, в связи с чем банду стали называть Рузляевской. Вскоре Рузляевские заключили союз с местными группировками Минус-Купеевской, Макровской, Сиротенковской, Чеченской. Как выяснилось при задержании Димы Большого в 1997 году, он тесно общался с некоторыми влиятельными силовиками, что в определенной степени подтверждало слухи о том, что Волговских поддерживает местная милиция для создания противовеса обкнапарника. 24 апреля 1998 года Дмитрий Рузляев вместе с водителем и двумя телохранителями был расстрелян из четырех автоматов в собственном автомобиле. Диму Большого похоронили на знаменитой аллее Героев Тольятти вместе с другими местными братками. Уже к началу 2000 группировка была фактически ликвидирована, большинство лидеров и киллеров банды были либо убиты, либо осуждены на большие сроки. Последняя глава Волговских Виктор Пчелин был пойман в 2007 году после того как 10 лет находился в бегах. В марте 2016 года сообщалось, что один из ранее пойманных активных членов банды Минус Владимир Воробей Минус был найден мертвым в больнице исправительной колонии номер 9 с признаками суицида. Воробей, находившийся в розыске с 1997 года, был задержан лишь в январе 2016 года в Санкт-Петербурге, где проживал под именем Вадима Гусева. Продолжение следует...